Всем привет, с вами Metal Sonic и сегодня я буду проходить такую замечательную игру как Sonic the Hedgehog, да-да ту самую, первую часть приключений синего ежа на приставку Sega Mega Drive. На самом деле, я давно почему-то хотела эту игру записать на прохождение. Вот, наконец-то этот момент наступил, но сразу говорю, что от меня прохождение именно на 100% не ждите, потому что игру я буду проходить, ну, чисто так, ради интереса. Ну а мы начинаем. Для тех, кто не в курсе, я играю на эмуляторе, на эмуляторе Retro Arch, то есть это мультсимулятор, по сути. Ну ладно, в принципе, мы начали проходить Green Hill, самую, эээ, самую используемую зону из Соника, потому что она, ну вот в каждой игре абсолютно встречается. Серьёзно. Даже, уже даже надоело, я бы сказал. Мы подобрали бессмертие. Так, я лучше, я пожалуй пойду по верх, эээ, по верхнему пути, так сказать. Путий тут, в принципе, довольно много. Так. Туда подниматься я уже не буду, не пофиг что там. Так, тут эти батники. Кстати, для меня довольно непривычно было увидеть, то, что в первой части нет спиндэша. Не, вы не подумайте, я это заметил давно, но сначала это было непривычно, так как... Ну так, как сначала я проиграл именно в следующей части Соника, а потом уже, соответственно, узнал про эмуляторы и... Ну, собственно говоря, вы поняли. Ну, в общем-то, мы закончили уровень, это радует. Ну, уж первые зубы я взять, наверное, смогу. Потому что он не особо-таки сложный. Нет, Соник, фух. Кстати, игра идёт удивительно плавно. Наверное, практически 60 фпс. Довольно плавно играю, я скажу. Ну, ладно. Кхм-кхм-кхм. Тем не менее, из-за брут мы захватили. Так, второй акт. Я надеюсь то, что запись идёт, потому что будет обидно, если нет. Ну, по идее, я всё проверял, и запись должна идти, так сказать, как по массу. Ну, ладно. Тут у нас какой-то секрет. Да, я был прав. Так, мне бы сначала хотелось собрать колечки. Всё-таки охота сделать попытку собрать изумруды, хоть я знаю, что у меня не получится. Но это какой-никакой челлендж. Именно собирать кольца. Так. Блин, я думал, Соника сейчас так придавят тупо. Мне, конечно, хочется наверх, там жизнь, но... Боюсь взять её не смогу. Так. Ну, это знаменитый момент, вот сейчас из Гринхилла. Его даже в Соник Манию добавили. Если чё. Ну, в принципе, думать ни за кого не спойлер. Ну, наверное, я надеюсь. Потому что, ну, любой уважающий себя Соника фан уже сыграл в Соник Манию. Ну, или не Соника Ман, я ХЗ. Ну, в общем, мы заработали жизнь. Ой, эээ, блин, не успею запрыгнуть в кольцо, фух. Кстати, однажды у меня был момент, когда я не смог запрыгнуть в кольцо. Это вон тупо. Ну, ладно. Так, я чё-то запамятовываю, куда мне из-за сети. Так. Стоп. Соник. Так. Так. Так, конечно, в первой части, вот именно, бонус спешил стриджи, были, конечно, хардкор... Воу, воу! Твою дивизию, Соник. Так вот, зоны были хардкорными. В чём мы сейчас убедились, конечно. По сути, ну ладно. И почему-то я много раз говорю, что по сути. Ну, бессмертие. Так шикарно. О, вы видали, Соник почему-то не сделал это самое, блин. Анимацию прыжка. Да, вот игре такое частенько бывает. О, к слову, нужно взять чекпоинт. Мало ли. Так, чекпоинт взяли, отлично. И, кстати, игра довольно-таки неплохо смотрится, даже по современным временам. Даже растянутая на весь экран. Ну, на самом деле, вот эта игра была скачком. Для Сиги, да и для игропома в целом. Потому что, ну, тогда в новинку были такие цвета и скорость. Ну, ладно, хватит тут об этом говорить. Давайте уже пойдём к боссу. Он уже, в принципе, недалеко. Так, вот здесь и срежем. Так, посмотрим, может быть, я ещё смогу заработать жизнь. Так, четыре колечка. Так, всю жизнь не засчитали. Ах ты, сволочь, Соник. Ну, ладно. Хотя это я, нуб. Так вот, на этом месте недалеко и подохнуть. Фух. Слава богу, я жив. Так, попробуем-ка пробыть стену. На самом деле, без спиндэша, как я уже и говорил, это сделать. Ну, не в разы, конечно, но труднее. Вот это, ненавижу этот момент с шипами. Лохотронский. Потому что, ну, здесь нас разводят по полной. Так, колечки. Так, мой Соник не хочет забегать на выступ. Точнее, Соник под моим управлением. Ну ладно. О, Яйкин, здорово. Здрасте. Так. Интересно, сработает тактика забиться в углу? Видимо, нет. Так. Я думала, если встану в углу, он меня тупо не заденет. Ну, как говорится, я еще так не ошибался. Так. Яйкин у нас тут зассал, можно сказать. На самом деле, первую часть прохождения я пока не заканчиваю. Закончу ее, когда пойду зону Марпл Зон. Так. Почему-то эта зона для меня одна из скучнейших, что ли. Я не знаю даже, как сказать. Потому что, по сути, это просто лабиинт. Да и цвета тут, ну, хотя цвета здесь яркие. Вообще-то. Зеленые кусты, все дела. Ну ладно, хватит обсуждать дизайн уровня. Давайте спустимся. Вот мы спустились в какой-то храм. Ну, здесь, в принципе, даже не знаю, здесь я, в принципе, не знаю, что даже комментировать. Так, вот в этом месте нужно быть осторожным. Я не хочу терять свой щит. Хотя здесь есть еще один. Да, кстати, в первом Сонике есть только один щит. Это вот такой щит, который на мне сейчас с колбового цвета. В второй части я, кстати, что-то не помню, сколько щитов. Если они там вообще есть. В второй части, по-моему, тут тоже только один щит. А самые элементарные щиты появились только в третьем Сонике. Элементарные щиты. Ну, то бишь, я имею ввиду огненный, водный, электрический. Ну и вроде все. Тут у нас уже видно конец уровня. Ну, попробуем попытать удачу. Кстати, я узнала о факте. Если в конце уровня мы прыгаем, короче, если вы помните, встречаются такие очки. Например, 100 очков или 1000 очков. Так вот. Если написано 1000 очков, то Сонику почему-то дают... Эээ, дают... Ой. То есть, если написано 100 очков, то Сонику дают 10 очков. Во, вроде как-то так. Это довольно удивительно осознавать, что разработчики делали... Опытные разработчики делали такие ошибки. А, в числах. Ну ладно. В принципе, объясним, непонятно. Думаю, вы не поняли все равно. Так. Ну, Соник, хватит. Блин, господи, как я ненавижу вот эти... Бамперы, кажется, их называют. Да. А я зато заработал жизнь, кстати. Это довольно-таки радует. Изумут. Так. Захватили второй Эзмеральд. Изумут. 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 Так, неохота сохранить щит, потому что... Ну, не радует меня перспектива терять кольца так. Потому что все-таки кольца как-никак здесь нужны. Потому что в последней зоне, думаю, они точно пригодятся. Потому что она довольно-таки сложная, на самом деле. И, блин, на самом деле удивительно вот смотреть на эту игру и смотреть во что Соник превратился сейчас. То есть я не беру в расчет, там, Соник Манию, например. Нет. Я о том, что... Как бы сформулировать? Я о том, что, ну... Короче, я о Соник Буме и Ост Ворузе. Вот это вот адский трэш просто был. На самом деле. Потому что такого говна раньше точно не делали. Ну, хотя с этим можно, в принципе, поспорить. Потому что Соник Эр тоже была, ну... То еще Парашей. Потому что там, ну, неудобное управление, графика плохая. И, на самом деле, я пробовал недавно на него играть. Ну... Я, если честно, большего ожидал. Типа я подумал то, что эту игру ЗАР критикуют. Но оказалось, что Соник ЗАР критикует не ЗАР. Как-то так. Там, на самом деле, неудобно было управлять Соником. Потому что его заносило на поворотах. Ну, и там можно было заставить текстуру. Ну, ладно. Так или иначе, мы сейчас играем не в Соника Эр, а в замечательного первого Соника. Так. И, ну, почему-то, я не знаю, первый Соник для меня кажется немного хуже, чем в следующей части. Хоть я и понимаю, что это игра старше их. Но все же, первая часть как-то мне не так запомнилась, как там, ну, допустим, вторая или третья. Так, тут у нас Эр бессмертие. Так. Соник, запрыгивай в кольцо. Фух. Я успел. И, блин, обидно, до жизни не хватило шесть колец. Ну, ладно. Ой. Тут у нас сложный уровень. Видимо, нам тупо сюда или нет. По-моему, нужно идти по стрелке. Так. Монус уровень тут какой-то, не знаю, наркоманский, что ли. Потому что посмотрите на задний фон. Что это за рыбки? Кто это придумал? Придумал. Так. Кстати, в четвертом Сонике есть подобные уровни. Но там все усугубляется тем, что весь уровень можно, короче, поворачивать. с помощью тридеров на джойстике. Вот. Там, по-моему, немножко даже хардкорнее, чем тут. Как-то слишком хорошо идет сбор изумрудов. Не находите? У меня есть предчувствие, что все изумруды я все равно не соберу. Потому что я уже несколько раз пыталась проходить иглу целенаправленно, чтобы собрать изумруды. И ничего хорошего из этого пупа не выходило. Так. Видите, жопу. Угненные пушки. Так. Блин, у меня охота очень жизнью заработать. Потому что здесь почему-то редко можно найти. Особенно в этой зоне. Так. Кстати, я раньше не замечал то, что на заднем плане тут есть фрески. Извиняюсь за молчание, просто довольно-таки опасный момент сейчас был. И на другой. Так. Шипы. Подождем их лучше. Ой, нет. Я не хочу быть придавленным. Фух. Это было близко. Так. Ну ладно. На эту пружину я не поведусь. Я ее запомнил. Так. Так. Тупая гусеница. Фух. Наконец-то у меня есть щит, можно ознакомиться облегчением. Так. Тут у нас, тут у нас опять. опасный момент. Кто и мы прошли. Так. В этот момент заковыистый. Тоже я ненавижу. Ну хотя я почему-то прошел как-то легко. Давай фигня, спускайся. О. Так, здесь что-то есть? Нет. Здесь тупо кольца. Ну ладно. В принципе тоже сойдет. За награду. И на самом деле этот эмулятор идет довольно плавно. Эмулятор Retro Arch, кстати, на котором я сейчас играю. Я вроде бы это говорю в начале, но да ладно. Господи, какой же этот уровень медленный. Серьезно. Даже слишком. Именно для Соника. Ну хотя, на самом деле он быстрее, чем у Соника Костворот. Там все еще хуже было, еще медленнее. Ну а Соник Бум вообще превратил все в битэмап. То есть типа готов вар про Соника. И детский. Детский готов вар. Ну ладно. Хватит комментариев. Тут в принципе уже босс. Господи работник, почему у тебя такие тупые планы в первой игре? Серьезно. Каждый босс в этой игре очень легкий. Очень легкий. И ему надо всего 6 ударов. То есть вы видели, я без единого урона его победил. Кстати говоря, Соник сейчас сделал умную походку. Ну ладно. Я надеюсь на жизнь, потому что я заработал жизнь. Видимо нет. Ну ладно. Всем пока. С вами был Метал Соник. Это сейчас подходит к концу, так как она получилась слишком длинной. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. И всем гудбай. Субтитры сделал DimaTorzok